Она из Калининграда, он из Прохоровки. Их сердца разделяли полторы тысячи километров, а сплела всемирная паутина. Так случайно наткнулся на анкету Тани. Там такая милая анкета была. Люблю маленьких деток и все такое. Когда еще была маленькая девочка, еще с 14 лет, я мечтала о большой семье. Мечтала о много детей. Мне не нужно было ни карьеры, ни бизнеса, ни каких-то там глобальных путешествий. Я хотела просто детей. Юрий тоже мечтал о большой семье. Эта статьяна их изблизила. Через несколько месяцев уже начали выбирать имя для первого ребенка. Потом я поехал за ней в Калининград, попросил руки сердца. Теперь 13 лет исполняют общую детскую мечту. Семь желаний уже исполнились. Шесть мальчишек и лапочка-дочка. Один рисует, другой занимается гимнастикой, третий обожает компьютер. Что точно их объединяет? Шаловливость и желание побегать. Буквально за несколько минут младшие синегубовы разбежались по всему бульвару. Даже годовалый Витя не усидел в коляске. Но у родителей глаз наметан на 360 градусов. Никто от них не ускользнет. Да, конечно, бывает, встаешь. Но просто представляешь, как это без них. И день-два отрыва, и уже начинаешь скучать без этого. То есть уже как бы привык и спать, когда они носятся, бегают, прыгают. Самый старший, 12-летний Федя, из роли озорного мальчишки умеет ловко перевоплощаться в серьезного брата, который не даст перевернуть весь дом. Очень сложно. Они все что-то вытворяют. Еще они не слушаются. Потому что они меня не слушают. Не слушают? Он не слушает. Меня и Тёма. А ты слушаешься? Ну, чуть-чуть. Вот сестричка у нас самая вредная. Почему? Вообще не слушает никого. Потому что в 8 лет Ира уже сама хочет устанавливать правопорядок. А уже думала, кем хочешь стать? Да. Кем? Полицейский. Он делает добрые дела. А какие добрые дела делают полицейские? Сажает, отдает. Это добрые дела сажать людей? Да. Мне сказалось, что она послушная. Нет, вообще. Мы все непослушные. А сами родители считают, что баловство – не признак непослушания. Когда дети бесятся, балуются, это у нас значит, что они здоровые, с ними все хорошо. Если ребенок перестает бегать, прыгать, веселиться, кричать, то чувствуешь уже что-то не так. Создать атмосферу любви и взаимопонимания, доброты и заботы, чтобы в этой среде выросли люди, для которых главная ценность – человеческая душа. Это самое важное, что Татьяна и Юрий хотят вложить в свое продолжение. И, конечно, научить вещам, без которых в повседневной жизни никуда. Хочу научить работать руками. Когда человек умеет работать руками, у него и сообразительность лучше. Все, в принципе, удается. Он уже ни от кого не зависит. Папа, какой у тебя? В чем он для тебя пример? Сильный, стройный, все делает сам. Все делает честно, по равенству. Это пример для тебя? Да. Папа, как настоящий мужчина, воспитывает такими же своих мальчишек. Артема у нас любит ключи. У него есть свои ключи, и он никуда их не девает. И я с ключами, я как папа. Ты его даже спрашиваешь порой, ты кто? Он – папа. Такой, я папа. Ну, так ты кто? Артем. Артем. У мамы есть то, что люди обычно не замечают. У мамы более наивысшее счастье. Это вот радость детей, их достижения. Первый зубик, первый смех, первый сожжок. Это то, что это никогда не наедает. Это вот до того, так насыщает твою душу. Это ж такое вдохновение. Это прибавляет столько сил, столько эмоций. Вдохновение, силы и эмоции от карапузов прибавляются и у остальных членов семьи. Но, кажется, порцию впечатлений они хотят увеличить. Я тоже хочу 10 детей, как мама с папой. Своих хочешь 10 детей? Нет. Чтобы у нас было в семье 10 детей. Вообще маленькие интереснее. Маленькие они двигаться не могут. И можно с ними делать все, что захочешь. А большие они уже не поддаются. Еще хочешь таких? Ну, может, штучки две, не больше. Девочек, мальчиков? Мальчиков. Мальчика? Тебе братик не хватает? Ну, вредно это девочки. Я хочу девочку. Сестанечку хочу. А почему не братика? Слишком много братика. Ну, ладно, сестренку хочу. Почему, сестренка? Потому что мальчиков уже много. Мы хотели девочку. И девочку, и несколько девочек. И сейчас мы трудимся, хотим девочку. Год назад мама с папой потрудились и сделали на день рождения Иры, 4 июля, подарок маленького Витю. Витя у нас особый. Он похож на меня и на Валеру. И вы не понять, кто он. А Валерия нравится? Валерия или мой? А ты чья? Я? Папина и мамина. Я Витя очень сильно люблю. Я бы очень хотела, чтобы, когда они уйдут с нашей семьи, чтобы они действительно были дружны. Они были друг за другом. Кого ты больше любишь? Папу. А еще? Маму. За что маму любишь? За добрость. За маленьких лялек. А папу за что любишь? Он добрый. А какой еще? Краски. За что я люблю свою семью? За то, что она у меня есть. За то, что исполнилась моя мечта. За то, что у меня есть способность этому миру дарить новых людей, новую жизнь. За то, что они счастливые. За то, что они дружат между собой. Ну, это то, что... Это вся моя жизнь. Это мой воздух, мой кислород. Я люблю свою семью только потому, что она у меня есть. Это моя семья, это моя забота, моя ответственность. Мой тыл, так сказать. То есть, куда... Это те люди, к которым мне хочется возвращаться, ради которых я вообще просто живу. Екатерина Скляренко, Антон Некрасов. Белгород Медиа.